МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". На интере подробности о главных сегодняшних событиях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Смерть по имени Экстези. Задержана девушка-снайпер, воевавшая на стороне террористов. Кто она? Женщин бил, журналистам угрожал, Майдан разгонял. Чем занимается бывший зам главного киевского милиционера в Москве? Мобилизация, приватизация и блокирование трибуны. Что Верховная Рада приняла, а что отклонила? Сегодня в Украине траур по погибшим под Волновахой. В полдень по всей стране их память почтили минуты молчания. Наш корреспондент Александр Пантелеймонов сегодня снова побывал на месте трагедии. Он с нами на связи. Саша, здравствуй. Ты можешь назвать точное количество погибших людей? Наташа, да, сегодня мы действительно долго выясняли, возросло ли количество погибших до 13, но в разных источниках, в разных инстанциях разная информация, но в итоге нам все-таки удалось выяснить погибших все-таки 12. Ну вот, что касается раненых, врачи говорят, их состояние уже стабилизировалось, но среди пострадавших есть люди, у которых родственники погибли в той маршрутке. И вот проблема сейчас в том, что им никто не помогает, и им приходится организовывать перевозку тел и похороны за свой счет. У нас на сегодняшний день возникла проблема вывезти его с Волновахи, потому что везде все неорганизовано, и все абсолютно халатное отношение ко всему, просто ко всему. Машину уже наняли за свой счет, группу приобрели за свой счет, извините, заключение нам дают, не дают. Ну вот мы связались с областной прокуратурой, и там проблему с документами оперативно решили. Сейчас ситуация разрешится, удостоверяется, что народ в СССР начнет выдавать, а документы уже в пути. Ну и вот сейчас в интернете появляется все больше разнообразных версий касательно обстрела, будто бы это был не взрыв от снаряда Града, а мина. Но я хочу сказать, что мы побывали на месте происшествия еще раз, во всем детально разобрались. На самом деле воронки от снарядов Града есть по обе стороны. От блокпоста их действительно много. И кругом также мы заметили характерные следы от повреждений обломками, именно от повреждений обломками, которые разлетаются от взрыва снаряда Града. Вот один из таких мы даже нашли, вот он у меня в руке сейчас. И хочу сказать, что мы его нашли именно в той воронке, которая располагается в 10 метрах непосредственно от места трагедии. На предыдущих кадрах, те, которые вы снимали, прекрасно видно, что это не одиночный снаряд и не одиночная, как говорят, мина. Левая сторона нашего блокпоста накрыла тоже порядка 10 зарядов. Обстрел был именно со стороны Докучаевска. Этот город находится под контролем террористов. Это видно и на кадрах, которые засняты с регистратора, который находился в автомобиле, который как раз стоял перед маршруткой во время всего происходящего. И также это подтверждают и сами пассажиры. Со стороны поля люди стреляли. А что у нас там? Ну, с Бугаси, естественно, они не стреляли. Докучаевска, в Атроунице. Ну и сегодня в Мариуполе и в Волновахе прошли митинги реквиями по погибшим. Люди просто молча возлагали цветы и зажигали лампадки. Не можем мы сказать то, что мы думаем. И не можем мы сделать то, что хотим. Моя сестра расстроена, потому что ее как бы одноклассник погиб. Наташа, вот пока у меня все. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов был с нами на связи. О проблемах, с которыми столкнулись родственники погибших под Волновах и мирных жителей. Новый Европарламент, новая Еврокомиссия, но тема та же. Украина, Россия, санкции. Что евродепутаты приняли в своей резолюции, что менять, по их мнению, не имеет смысла. Подробнее София Градиенко, наш европейский корреспондент. Надо отдать должное Федерике Маггерини. В отличие от своей предшественницы Эштан, она хоть появляется на заседаниях Европарламента. Правда, дела общественные не стесняются прерывать частными. Надо наладить интенсификацию переговоров в разных форматах, как, например, в нормандском. Это должно дать хоть какую-то... А, привет! Дать хоть какую-то надежду на встречу в Астане. Впрочем, личное присутствие не помогло верховному представителю ЕС избежать критики. Почему вы, уважаемый верховный представитель, не присутствуете на украинских переговорах? Почему ваше кресло пустует? Почему у нас не то, что нормандского формата нет, а даже женевского? Тот факт, что переговоры прекратились не то, что на уровне лидеров страна, даже министров иностранных дел вызывает в Страсбурге беспокойство в данный момент. Ведь Россию можно принудить к миру. Санкции должны сработать. Да, они и работают. Посмотрите на экономику России. Я этому не рад, но надеюсь, это подстегнет Путина на переговоры. Резолюция, принятая сегодня европарламентом, советует санкции не отменять, а наоборот усилить, если минские договоренности так и останутся бумажкой, и Кремль опять начнет проявлять активность на Донбассе. Эту активность, особенно в последние дни и после трагедии под Волновахой, тут не могли не заметить. К тому же депутаты недвусмысленно советуют помочь Украине не только добрым словом, но и оружием, потому что, как сказано в резолюции, то, что делает Россия, угроза не только для Украины, но и для всей Европы. Конец цитаты. София Гордеенко, Василий Трешковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Кому ждать повестки, когда, с чем отправят мобилизованных на Донбасс, и сколько теперь будут служить в армии призывники? На все эти вопросы парламент нашел сегодня ответы. А вот из-за чего трибуну блокировали. Подробнее Екатерина Лысенко. Мобилизация. Четвертая волна. Один из главных вопросов в повестке дня парламента. Пришли представители Генштаба, Минобороны и СНБО. Рада национальной безопасности и обороны приняла решение о проведении с 20 сентября поточного року частковой мобилизации. Вчера президент Украины подписал ответственный указ, который предмечает три черги мобилизации с загальной тривальностью 210 дней. Мобилизация необходима, чтобы заменить тех, кто воюет сейчас. Отправлять на передовую обещают только имеющих военную подготовку. Один это будет, а вот как быть с бронежилетами, выясняют. Питание особенного безопасности, фактически, бронежилетов и всего другого в тексте отсутствия. Хотя в вашем выступе это пролунало. Хотелось, чтобы вы четко объяснили. Те солдаты и офицеры, которые будут демобилизованы, безумно, они на загадку про войну свои бронежилеты брать не будут. Они все оставаются в Збройных силах. А список мобилизированных предлагают дополнить. Если первым пунктом этой постановы будет объявление мобилизации в полном составе администрации президента, кабинета министров, Ради НБО, Верховная Рада Украины в полном обществе, тогда мы готовы поддерживать постановку. Народные депутаты забыли про свой обязанность перед государством. Именно поэтому, в том числе и я лично, мы внесли законопроект, изменения к закону Украины, которым позволяется мобилизовать народных депутатов. Я хочу сказать пану Пашинскому, пусть первый покажет пример, где воевать на фронт. Перший. Что он там ями предлагал? Перший едет в Дебальцеве, в Марьюхоль, в Писке. Я за это. Но я за это, чтобы эти заявки не были популистичны, а были действующие. После дискуссий за мобилизацию проголосовали. Оппозиция закон не поддержала, настаивает на отчете силовиков. Какие были волны мобилизации, как они проходили, кто был призван, кто ратирован, кто ушел уже со службы. Мы получаем постоянную информацию о дезертирстве. Очевидно, что армия не обеспечивается уже та, которая есть и существует. На какие средства будут призваны эти молодые люди, как они будут обеспечиваться. Следующий вопрос повестки. Предложение правительства приватизировать среди госпредприятий привел к блокированию трибуны. На данный момент у государства есть 3374 объекта, работают только 1920. Из них 269, уже 265 находятся в процедуре банкротства. Острая дискуссия прерывала только минута молчания. Полдень. Память о погибших под Волновахой. Минута молчания, потом перерыв и снова трибуна в осаде. Если какое-то предприятие сегодня ничего не приносит к бюджету, то это не означает, что это неэффективное предприятие. Может, нужно действительно налагодить правильное корпоративное управление. Приватизация таких предприятий, как Укрспирт, Укрпочта, Укрзалезница и предприятия Укрзалезницы. Это естественная монополия, она может быть приватизирована. А отраслевые институты приватизировать, там будут торговые офисные центры, это угробит отраслевую науку. Есть много наблюдений и в структуру закону, и в перелике предприятий, которые включены к этому закону. Поэтому наша пропозиция – повернуть этот закон к уряду. В итоге Кабмин пошел переписывать законопроект. А вот другие предложения социальные парламент поддержал без критики. И разрешил жителям оккупированных территорий, где предприятия за АТО, не работают, уходить в отпуск за свой счет. Это, с одного боку, даст шанс для того, чтобы сбереглося рабочее место. С другой стороны, для работника, это возможность сберегать свой трудовой стаж. В конце рабочего дня депутаты снова вернулись к вопросам армии. Увеличили срок службы для призывников до 18 месяцев. Максимальный возраст, до которого будут брать в армию, уже не 25, а 27 лет. Завтра отчета силовиков, на котором настаивали некоторые фракции, вроде не будет. Если это и случится, то не раньше февраля. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Сергей Коваль, Евгений Каминский. Подробности телеканал «Интер». У нас сегодня в студии гость, народный депутат Вадим Рабинович. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вопрос о лишении телеканала «Интер» лицензии, который инициирован был секретарем СНБО Александром Турчином после этого новогоднего инцидента. Кстати, редакция подробностей довольно быстро сформулировала свое отношение к нему. Не является ли этот инцидент возможностью побороться именно с информационной составляющей канала? Потому что, как известно, в наших новостейных программах можно услышать, журналисты анализируют, они критикуют, можно услышать неприятную какую-то правду. Вы знаете, ну, спасибо, что вы меня пригласили сегодня, потому что я обращаюсь и к вам, и к тем телезрителям, которые нас видят, потому что, может быть, в следующий раз мне не удастся выступить на канале. То, что я вижу сегодня, это тотальное наступление на свободу слова. То, что я вижу сегодня, это возможность вообще, которую пытаются использовать для затыкания рот всем. Сегодня на этот совет дополнительный, может, вы не знаете, попросил у Верховной Рады разрешение на три месяца превентивно закрывать какой-то канал. Что-то не так сделал, а три месяца закрывает. Я телевизионным занимаюсь 20 лет, я знаю, и пусть они не морочат голову. Если канал затрить на три месяца, этот канал больше можно не открывать. Поэтому, таким образом, опять, строя глазки, рассказывая всякие анекдоты, решают возможности прессу. Конечно, я считаю, что и ваш канал вопиющее было нарушение, когда вам сегодня вынесли. Но то же самое и других, я хочу не ограничиваться вами, потому что вас всех перезакрывают по отдельности, надо держаться вместе. Сегодня происходят уникальные вещи, которых никогда ни при одном режиме не происходило. Смотрите, создали Министерство информации, и все молчат. Половина депутатов кричала, что это невозможно, и сегодня, пожалуйста, он создан. Сегодня выносится лишение лицензии, значит, знаете, что с вами сделали? Вас подвесили. Теперь что-то не понравится в любой вашей передаче. Еще одно, все, и забрали у вас канал. Все, у нас скоро будет Лебединое озеро на всех каналах. И общий одобрям. Вот что мое отношение к тому, что произошло с интернером. А завтра в парламенте вы будете как-то? Ну, вы знаете, я каждый день хожу в парламент. Я могу сказать, что я вот, наверное, молодой депутат. Очень недавно стараюсь все-таки посмотреть. Для меня я сделал свои выводы какие-то. И первое, я когда увидел людей, посмотрел, как они голосуют, как они говорили раньше, как говорят сейчас, я сегодня подал законопроект о запрете продажи спиртных напитков в Верховной Раде. Потому что я не знаю еще, чем объяснить то, что происходит с людьми. Там заходишь в буфет, и вы, может, не знаете, там набитые полки коньяком, водка, это все в высшем органной стране. Дело в том, что завтра в парламенте знаковый день. А вот насчет знакового дня я вам тоже скажу. Смотрите, у нас сейчас все, у нас царит произвол революции. Сейчас все должны бороться за свободу, за счастье, и никто не бороться за экономику. Завтра будут в очередной раз, вчера три раза пели гимн, семь раз сказали славу Украине. Но я хочу, согласен, давайте дальше экономику какую-то. Завтра будут поднимать вопрос о том, что люди о голосовании 16 декабря. Этим будет заниматься парламент. Я вам скажу свои отношения. Я не в восторге как от того, что эта Рада голосует последние 20 лет, так и от 16. Но самый черный день календаря, который у нас сегодня есть, это 29 декабря, когда в темную, в слепую, не открывая бюджета, те, кто кричали, что мы за демократию, мы не дадим пройти такому бюджету, мы этого не позволим, тупо в 4 часа ночи проголосовали, подняв руки. Какое они право имеют теперь говорить тем, кто голосовали 16? Они должны сегодня каяться сами. Вы понимаете, принят бюджет, уничтожающий народ. Принят бюджет кем? Людьми, которые не должны были этого делать. Сами говорят, что это... В фейсбуке пишет это, как называется, буратино-азбука, и идет, голосует. Что мы творим со страной? Надо закончить, еще раз говорю, логику революции, начинать экономикой заниматься. Людям жрать нечего, я не знаю, что они там думают. Я подал еще, я вам скажу, законопроект. Я начал вообще понимать, почему никогда нельзя ничего сделать. Потому что в Верховной Раде у меня такие полномочия и возможности, специальные больницы, какие-то машины меня возят, кабинет мне какой-то дали. Что это? Я подал все, лишить это всего. Депутат этот, если он будет в парламенте, иди в районную поликлинику. Не имеют они права это делать. Мы призываем на мобилизацию, затянуть пояса, не давать людям еду, а сами жируют и подняли себе сейчас зарплату, оказывается, еще буквально два дня назад. Ну что же это такое? Поэтому еще раз говорю, они приходят в парламент, рассказывая все, я люблю Украину, разрывают на себе рубаху и доедают эту Украину. Вот и все, что происходит в нашем парламенте. Это какая-то свобода слова, правда ли? Ну это пока. Я поэтому и пользуюсь свободой и говорю, я боюсь, что этого скоро не будет. Если мы все не сплотимся и не будем думать о революционной ситуации, а думать о законе, о свободе слова, о правах человека. Вот об этом надо думать. А то на войну можно списать потом все. Закрытые каналы, уничтоженную экономику, опять разграбленную страну. Все спишем, потом скажем, виноваты, вон, пришли. Очередные. Спасибо. Спасибо, Владимир Винович был у нас в студии, народный депутат. На все доброе. Общество должно отреагировать на гонение на информационное вещание телеканала Интер. И вот мнение первого президента Украины Леонида Кравчука. Не можно начинать строить новую страну, не можно начинать строить новую информационную политику и, в целом, философию нового життя, начиная обмеживать слово. В отношении Интера, я весь час смотрю этот канал, и я не могу сказать, что это канал ворожий, есть в Украине або опозиционный. Я, в целом, считаю, совсем и доречно строить информационную политику по принципу. Канали наши и опозиционные. Есть каналы, которые имеют одну позицию, одну философию мовлення, есть каналы, которые имеют другую философию мовлення. Но не можно делить канали на наши и чужие. Майдан был не для того, чтобы развитие идеи и философии Майдану закончился ограничением свободы слова. Я не поддерживаю этого решения. Я еще раз скажу, я был и остаюсь прихильником того, что каждая человек, каждый телеканал, каждая газета мусить и мать право сказать свое слово. И если слово никому не понравится, то это вообще не означает, что оно вороже. Мают быть разные думки, разные позиции, и только тогда мы можем прийти до социальной мовы, до социального философского тлумачения. Мы демократы. Я могу дискутировать с каналом Интера, с каналом 1 плюс 1, но это дискуссия. Это же не означает, что нужно принимать решения при каких-то обмежениях. Я против этого. Это дилетантство. Это политическое дилетантство, я считаю. И ни Путина, и ни Кобзорна не нужно поревнивать. Суспейство не может остаться байдужим до таких решений. Оно мое на самом начале заглушить, я повторю слово, заглушить будь-якие спробы сгортать демократию и свободу слова. Захваченный ранее Херсонский нефтеперевалочный комплекс опустошается. Кто вывозит топливо и почему молчит правительство? Подробнее Геннадий Вивденко. Осень 2014-го. Из Херсонского нефтеперевалочного комплекса вывозят сотни тонн бензина. Настоящие собственники у входа никак не могут повлиять на ситуацию. За бортом предприятия остались 120 сотрудников. Люди, которые живут прямо напротив входа в комплекс, говорят, все началось еще 4 октября. Приехала милиция, вцепила всю эту территорию. Потом рабочих туда не пускали. Вот тут возле магазина было забито, тут милиция, подполковники. Такой. С тех пор тишина, и людей разогнали, там полторы человека работаете. Наверное, все вывезли. А ну столько... Знаешь, сколько тут машин было? Много, да? Ой. Изгнанные собственники предприятия теперь постоянно следят за вывозом топлива. Фотографируют бензовозы. Очередной, говорят, был только вчера. По их подсчетам, вывезено уже более трети запасов. Местная милиция, по их словам, с делом затягивает, несмотря на многочисленные факты и обращения. Затягивается час, ведется непонятная переписка, заисовываются непонятные обставины. В тот же самый час, когда следствует факты, которые уже продолжаются. Вывозится арестованное топливо, ранее принадлежавшее беглому кошельку семьи Януковича. Курченко. Однако на деле арестовано и захвачено все. 21 тысяча тонн топлива, которое все принадлежит разным частным компаниям. Представитель иностранного инвестора из Гонконга заявляет, там в резервуарах их бензина, завезенного из Европейского Союза, на 10 миллионов долларов, что с ним теперь узнать не могут. В крайнем случае готовы подавать суд на государство Украина. Может возникнуть ситуация, что суды вынесут решение взыскать с Украины эти 10 миллионов долларов США и заплатят рядовые налогоплательщики, которые к этому беспределу не имеют никакого отношения. Адвокат собственника Херсонской нефтеперевалки обвиняет одну из финансово-промышленных групп страны во всем происходящем. Приводит аналогию с ранее захваченным одесским НПЗ. Это было единственное, которое не принадлежало группе «Приват». Учитывая, что те же самые директора предприятий, что и на Одесском заводе, те же самые суды и судьи выносят решение по Херсонской приватке, то, как мне кажется, это тоже группа «Приват», это ее след. Узнать, так ли это мы попытались на захваченном предприятии, однако охрана сообщает, поговорить с нами некому. Руководителя нет на месте. Машин был. Выехал плавно. Позже охранники сообщили, что говорить с нами по спорному вопросу никто не будет. В группе «Приват» от комментариев отказываются, как всегда, и о ситуации в правительстве знают в деталях, но тоже молчат. Геннадий Вивденко, Кирилл Ющишин, Вадим Свиридонов. Подробности телеканал «Интер». Все дороги ведут в Москву. Янукович, Пшонка, а теперь еще и бывший зам столичной милиции Петр Фитчук. Чем он занимается в Белокаменной и как Киев добивается его выдачи? Подробнее Елена Митясова. Он призван был защищать народ, но стал на страже вороватой власти. Бывший зам киевской милиции Петр Фитчук всегда был одиозен и резок. В 2011-м поднял руку на женщину. В 2012-м угрожал журналистам. Он один из тех, кто лично отдавал приказы Беркуту силой разогнать Майдан, говорят в ГПУ. На его совести и избиение студента в ночь на 30 ноября. А вот эти кадры слят и позже фотосорки на Грушевского. Человек в черной куртке именно Фитчук. Фитчука вместе с его начальником, главой столичной милиции Валерием Коряком в марте прошлого года объявили в розыск. Обоих подозревают в незаконном препятствии проведения митингов в поддержку Евромайдана и физическом насилии. Но ни один из них не понес наказание. И Фитчук, и Коряк исчезли из поля зрения правоохранителей вслед за Януковичем. Сбежали. В конце прошлого года в СБУ заявили, Фитчук стал гражданином России. А вот сегодня в интернете появилось видео. В вагонах полковника и в куртке с надписью «Полиция» он в Москве на Манежной площади разгоняет пикет в поддержку оппозиционера Навального. Его узнал бывший киевский коллега. Это, на самом деле, еще раз означает, что если такого высокого уровня посадовец в тот момент, и очень быстро, скажем, фактически берет гражданство в другой стране, то это означает, что случайно они думали не про интересы государства, общества, а просто не значит, что они были, может быть, иноземными агентами. Почему не понес наказание? Как пересек границу? Какими будут дальнейшие действия правоохранителей? Рассказали в Генпрокуратуре. На 900 звернень про поведомления про место находения или выдачу расшукованных осіб украинскими правоохранными органами никакой ответственности не было надано. Российская Федерация не вносит в них ведомости в базу данных, таким чином блокирующий державный расшук. А так как Финчук принял гражданство России, судить в Украине его будут только заочно, говорят в ГПУ. Это значит конфискация имущества и запрет въезжать в другие страны. Но остались ли у милиционера квадратные метры в Украине и компенсируют ли они безнаказанность? Елена Митясова, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Манежная площадь в Москве. Сегодня сюда пришли поддержать осужденного брата Алексея Навального Олега. Во что это превратилось и как нашего корреспондента Данила Русакова пугали русским языком? Смотрите. Манежная площадь оцеплена. Немногочисленные активисты российского протестного движения ожидают время икс в толпе. Некоторые стоят в одиночных пикетах с плакатами, осуждающими за москворецкое районное правосудие. А сейчас брату за то, что брат, просто брат, что они подлые. Дали сырок. Но Алексей Навальный к сторонникам не пришел. Накануне он вообще зачем-то попросил людей не выходить на площадь. Вот страница политика в социальных сетях. На ней ни слова о протестной акции. Зато к оппозиционерам устремились активисты так называемого антимайдана. Они, по сути, попытались приватизировать несанкционированный митинг. Правда, лозунги избрали совсем другие. Майдан не пройдет! Майдан не пройдет! Сторонники оппозиции происходящее назвали заранее спланированной провокацией. Это проплаченное движение, антимайдановское движение. У них сегодня, по-моему, было уже заседание какое-то было. Еще даже не определились с оплатой, они уже все вышли. Среди людей с оранжево-черными лентами, которых уже кто-то успел назвать тетушки, нашлись и эксперты по украинскому вопросу. Сейчас идет война, где запрещали говорить на русском языке, смотреть и говорить по-русски, да? У нас эфир на русском. У вас эфир на русском? Это замечательно. Вы не знали? Я не смотрю телевидение. Массовые задержания начались почти сразу же. Правда, в сторону автозаков повели не те, кто с георгиевскими лентами выкрикивал лозунги. Евроманежки в том виде, как ее анонсировали, еще в декабре не получилось. Однако, по словам активиста протестного движения, ничего страшного они в этом не видят. На пикеты и прочие мероприятия они готовы ходить даже без участия Алексея Навального. Данил Русаков, Сергей Ведмитриев, Московское бюро, телеканал Интер. Европейцы хотят контролировать свои деньги в Украине. Каким образом? И что это значит? Недоверие к украинскому правительству или помощь в борьбе с коррупцией? Подробнее Анна Каменева. Европейский контроль за европейскими деньгами. Идея не новая. Обсуждается уже год. Но вот Джованни Кеслер, глава Европейского управления по борьбе с мошенничеством, а теперь еще и член конкурсной комиссии, выбирающий руководителя антикоррупционного бюро, считает, время пришло. Идею о создании в Украине совместного контролирующего органа уже обсудил с нашими политиками. Они не против. Политологи, наоборот, увидели в этом нечто иное. Наши захватные партнеры не доверяют нынешней украинской владе. И подозривают в том, что гроши, которые будут выданы на допомогу Украине, будут банально раскрадены, а не направлены на проведение необходимых реформ. Краще, чтобы европейские партнеры помогли нам с реформами. В ЕС уже не раз говорили, схема «утром деньги, а вечером реформы не пройдет». Украине нужно хотя бы начать их, чтобы кредиторы все же предоставили финансовую помощь. А контроль за этими средствами нужен, чтобы европейцы могли спать спокойно. И не думать, почему их деньги идут не на нужды стран ЕС, а в Украину, которую во многих рейтингах называют одной из самых коррумпированных. Они пытаются быть уверенными, что деньги, которые забираются у их налогоплательщиков, а они именно забираются, используются по назначению. Потому что Португалия тоже имеет дефицит государственного бюджета, но ей не так легко получить деньги от Брюсселя. Похоже, что для Украины это было легче. Относительно высокая вероятность того, что эти деньги не будут выведены через различные коррупционные каналы и коррупционные схемы. Почти никто в Украине за прошлый год так и не почувствовал помощь других стран. А Киеву тогда выделили 9 миллиардов долларов. Куда пошли эти деньги? Премьер Яценюк говорит на возврат ранее взятых кредитов. Но на что пойдут средства, предоставленные уже в 2015-м? А это, как уже обещано, ни много ни мало, около 4 миллиардов евро. Анна Каменева, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. Еще один заместитель главы Минрегионстроя Андрей Белоусов отказался от статуса участника АТО. Об этом стало известно после того, как Общественный иллюстрационный комитет разместил в интернете копию заявления Белоусова. Написано оно еще 13-го числа. На следующий день документ уже приняла служба по делам ветеранов и участников АТО. Что касается ситуации с другим замминистра этого же ведомства, Дмитрием Исаенко, АТО сегодня МВД возбудило против него дело. Подозревают в подделке документов для получения статуса участника АТО. Ну и о том, что происходит в зоне АТО. Там находится наш корреспондент Руслан Смещук. Он сейчас с нами на связи. Руслан, здравствуй. Где ты был сегодня? Что видел? Расскажи нам. Наталья, сегодня мы работали в районе Дебальцевского плацдарма. За текущие сутки боевики более 40 раз обстреливали армейские оппозиции. Доходят до боя на ближней дистанции. Вот горячее всего у поселка Никишино сейчас это закрытая для журналистов территория. По словам военных, возможно, что боевики пытаются отрезать их от основных сил и превратить Дебальцевский плацдарм в Дебальцевский котел. Грады пускали в сторону Дебальцева по опорных пунктах наших. Минометы, башка артиллерия, ну плюс еще пехота. Пытаются уже, ну, ценно правильно, ну, так, наступать или там, отбить эти опорные пункты. И все атаки были отбиты. Во время съемок на одном из блокпостов мы попали под обстрел, но успели укрыться в блиндаже там же. Во время пересечения блокпоста погиб один местный житель, а второй получил ранение. Ну, вот сейчас АГС прилетели и забежали. Ну, это за последние сутки даже, это первый раз нападут. Да и до того, как рабко не стреляли. И еще хочу рассказать о самом Дебальцево. Сейчас город на грани коммунального коллапса. Дело в том, что последнюю неделю сюда не пропускают грузовики с углем. Из-за этого могут остановиться котельные, которые не дают замерзнуть канализации, водопроводу. Если это произойдет, значительная часть дебальцевских коммуникаций может выйти из строя. Мы не знаем почему и что случилось. Как бы мы находимся на территории Украины, да? Говорят, что не пропускают на каком-то блокпосту. Будем сливать полностью систему. Чем это щереватом? Щереватом это все коммунальные магистрали, которые идут в домах, под домами. Они могут тоже замерзнуть, потому как не обогреваются просто квартиры, а греется полностью вся система. То есть, эта вся коммунальная машина, как говорится, она работает за счет нашего тепла. Сейчас во многих квартирах местных жителей от 5 до 10 градусов по Цельсию, чтобы не замерзнуть, люди спят одетыми и часто в обуви. Я сплю в этих войлочных сапогах! В войлочных сапогах! Что оно такое, а? Люди, милые мои, дайте нам бурля, вы будете вообще по-нухки в скоб... Мы сегодня побывали на пропускном пункте, он находится в районе Артемовска, где машины с углем из контролируемых нашими властями территорий не пропускают в украинское же Дебальце. Несмотря на все разрешения командования, сектора и штаба антитеррористической операции, снимать на самом пропускном пункте нам запретили. Но даже отъехав на полтора километра, мы видели гигантскую очередь из грузовиков, там и топливо, и продовольствие, и все эти машины стоят от 4 до 12, 14 часов. Это те, кому повезло, и их пропускают. Надеюсь, командование АТО оперативно разберется в этой непонятной ситуации. Коммунального коллапса в Дебальцево не произойдет. Наталья. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АТО. К чему готовятся, чего опасаются, что видят и слышат жители оккупированных городов? Об этом они рассказывают нам каждый день по телефону. Что происходит сегодня в Донецке и Луганске? Давайте послушаем. Люди начинают снова оборудовать подвалы, собирать вещи, складывать паспорта в сумки и ставить на выходе. Сегодня ночь прошла очень тяжело. Зажалеть можно только тем людям, у которых некуда прятаться. В общем, всего сейчас дончан волнует ближайшаяся запускная система, с которой все не ясно и непонятно. И большинство, все работающие, получают деньги на территории подконтрольной Украины. Если люди не смогут выезжать, здесь не будет денег. Из города невозможно теперь выехать. Отменены все практически автобусные рейсы, даже вплоть до 19-го числа. Я ехала в город к своей подруге. Идут так, легкий гром, народ уже не обращает внимания. То есть где-то далеко, там, Пески, Авдеевка, наверное, потом сильно долбанули. В общем, мира нам надо. Только и все. В СБУ подтвердили задержание в Донецкой области снайпера с позывным «Экстази», которое убивало бойцов АТО. Это 19-летняя гражданка Украины. Она задержана оперативной группой контрразведки и уже созналась в убийствах. Как выяснилось, после специальной военной подготовки в лагере диверсантов основной задачей «Экстази» было уничтожение украинских силовиков снайперским огнем на блокпостах в районе Горловки. Подозреваемые обвиняют в убийстве 10 военных. В Мариуполь ближе к вечеру уже приехали из Днепропетровска 19 фур. В них 350 тонн продуктов, сахар, мука, макароны, крупы, подсолнечное масло, сгущенное молоко. В общем, 25 тысяч продуктовых наборов раздадут людям в Донецкой и Луганской областях, живущим на территориях подконтрольных украинской власти. Помощь, которая в них управляется, будет получена городами, которые находятся в так называемой прифронтовой зоне. Чаще всего там ситуация даже хуже, чем в некоторых городах, которые находятся в зоне АТО. Это такие города, как Авдеевка, Счастье, это города Мариуполь, Святогорск, Славянск и другие. Капитолия, американец-исламист, ФБР, Взрывчатка и Исламское государство. Это не компоненты боевика, а реальная угроза Конгресса США. В подробностях покушения на заокеанских политиков разбирался Дмитрий Еловский, наш Сапкор в Вашингтоне. 20-летний житель штата Агайо, Кристофер Корнелл, уж очень сильно сочился у террористов Исламского государства в соцсетях. По идее, мог бы и дальше писать посты в поддержку ИГИЛ в Твиттере и, кстати, параллельно разрабатывать план по нападению на здании Американского Конгресса. Но на молодого человека обратил внимание один из анонимных осведомителей ФБР. Тут оказалось, что от постов в интернете до теракта всего один шаг. Корнелл собирался уже в ближайшее время ехать сюда, в Вашингтон, взрывать Капитолий и расстреливать политиков. У него было две полуавтоматические винтовки АР-15 и довольно большой запас боеприпасов. Все это выяснилось после того, как с Кристофером начал переписываться в интернете один из сотрудников спецслужб. Вот он стал высказывать такую заинтересованность его радикальными взглядами. Мол, давай вместе что-то придумаем, я тоже Америку ненавижу и тоже двумя руками за ИГИЛ. Заверчивый террорист тут же стал делиться планами с ФБРовцем. Они даже встречались несколько раз в ходе встреч. Корнелл рассказывал, что одобрение от террористических организаций на свои теракты так не смог получить. Но это его абсолютно не пугало. Он считал, что надо начинать свой джихад независимый. Единственный, кто все-таки дал добро на теракт это одиозный американский исламист Анбала Алявлаки который был убит в Йемене несколько лет назад. Вот в итоге ФБР решили дождаться когда Корнелл наконец пойдет за оружием и уже в магазине с двумя автоматами боепропасами его и арестовали. Теперь он рассказывает спецслужбам о том, что планировал разложить взрывчатку внутри и вокруг здания Капитолия. Когда прогремят взрывы начать в однокровный расстрел американских политиков которых он, к слову, считает своими личными врагами. Операция по устранению этой террористической угрозы на сей раз прошла буквально как по нотам. ФБР действительно есть чем гордиться. Хотя надо сказать, что Корнелл оказался довольно легкой целью наивной и доверчивой. Вот сколько еще таких экстремистов осиживается по разным блогам в интернете сможет ли каждого из них отследить ФБР. Дмитрий Ивовский, Никита Исайко подробности Американское бюро телеканала Интер. Армия, флот, ВВС в Великобритании и даже Ми-5. Кто из них лидирует в гей-френдли политике? Об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. Жилье от немцев, обещания от местных чиновников. Почему дома для переселенцев с Донбасса до сих пор пустые? Кто и почему затягивает переезд? Расскажут мои коллеги в Харькове и Запорожье. Собирать модульный городок для переселенцев в Запорожье начали еще в октябре на пустыре на окраине города. Нашли подрядчиков, согнали технику и обещали все сделать максимально быстро. 500 человек должны были заселиться еще в середине декабря. Согласованного проекта на данный момент между Запорожьей и Облэнерго и Уксом горосполкома на данный момент нет. Есть проект, который они подали, есть замечания, которые мы к нему предъявили. Иными словами, никак не могут подключить свет, узнать, почему чиновники затягивают заселение не удалось. Наши обращения в мэрии проигнорировали. Зато есть видео недавнего совещания в горосполкоме. Провели всю электроэнергию, подвели воду, канализацию. То есть на сегодняшний день домики полностью готовы к эксплуатации. А еще в мэрии умалчивают о том, что город не заплатил Облэнерго почти полмиллиона гривен за проведение света в городок. Мол, дорого. Хотя все расценки были давно установлены НКРЕ. Когда оживет этот мертвый городок, загадка. Даже предположительной даты новоселья нет. Закрыты модульные домики и в Харькове. Переселенцы так и не въехали в них. Хотя городок, уверяют чиновники, полностью готов. Есть и свет, и вода с канализацией, даже посуда и постельное белье. Люди имеют возможность, получив направление, поехать туда, посмотреть тот модуль и то койко-место, которое мы им выписали согласно направлению, что-то перевести туда из вещей, как-то там попытаться адаптироваться к этому месту. Поселиться здесь должны более 400 человек. Среди претендентов Ирина с Виктором, пятеро своих детей, четверо приемных, плюс внуки, всего в их семье 17 человек. Они из Луганской области. С хозяином квартиры, где жили с августа, договорились об оплате до Нового года. А теперь пришлось съехать в маленький домик за городом. Рассчитывали, что уже въедем, на Новый год будем. А тут обстоятельства видно. Нам позвонили, предупредили, что домики в этом месте сдадут в связи с тем, что какая-то неполадка с электроэнергией. Что-то там произошло. Официально открыть городок власти обещают на следующей неделе. Но уже на днях люди смогут получать ключи и потихоньку перевозить вещи. Случится ли это, или чиновники вновь начнут тянуть, увидим. Лидия Калинина, Сергей Бордюжа, Александр Леновский, Игорь Воробий, Сельканал Интер. Помочь освободить украинских заложников на Донбассе, а их более 600, призвал президент Петр Порошенко парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня он встречался с делегацией ПАСЭНа в Киеве. Говорили также о трагедии под Волновакой, о Надежде Ставченко и о необходимости выполнять минские договоренности. Крот со сверхсекретными данными в руках. Кто он, на кого работал и кому мог продать тайные имена? Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Громкую историю разоблачения двойного агента Маркус Айр в Германии помнят хорошо. Прошлым летом оказалось, что в Федеральном разведывательном управлении есть Крот и это сотрудник отдела внешней политики. Выяснилось, что он как минимум пару лет шпионил в пользу американцев и продал им несколько сотен секретных документов. После его разоблачения Германия выслала высокопоставленного американского дипломата и эту некрасивую историю начали забывать. И вот новые подробности. Немецкие журналисты выяснили, двойной агент мог засветить половину агентурной сети немецкой разведки. На жестком диске его компьютера обнаружили строго засекреченный документ. В нем псевдонимы и настоящие имена трех с половиной тысяч агентов немецких спецслужб. Лечь идет о людях, которые работают в посольствах Германии за рубежом и в странах, где служат миротворцы Бундесвера. Успел ли Маркус Сэр продать эту информацию спецслужбам? Если да, то какого государства? Пока непонятно. Федеральное разведуправление никаких комментариев не дает, но анонимные источники сообщают. Список устаревший и многие из перечисленных в нем агентов уже бросили службу. Многие, но не все. И как теперь работать остальным? Большой вопрос. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Гомофобия в прошлом. Какие работодатели в Великобритании с радостью принимают на работу людей с нетрадиционной ориентацией? Об этом Светлана Чернецкая из Лондона. Шпионы секретной службы, летчики-истребители и капитаны военных кораблей. Похоже, оборонный комплекс Великобритании оставил в прошлом все предубеждения и предрассудки в отношении сексуальной ориентации сотрудников. В рейтинге наиболее дружественных в сотню вошли армия, флот и королевские военно-воздушные силы. А разведывательные агентства МА-5 так вообще на почетном седьмом месте. Еще 15 лет назад такое было немыслимо. В стране существовал запрет на службу для геев, лесбиянок и бисексуалов. А в шпионы их и подавно бы не взяли. Считали и легкой наживой для шантажистов. Также для людей с нетрадиционной ориентацией была недоступна карьера в дипломатии. Правительство опасалось, что такой посол может вызывать вопросы или даже напряженность в отношениях с нетолерантными странами. В 1991 году, когда начальство узнало, что я гей, мне предложили психиатрическую экспертизу. Я отказался, и тогда меня упекли за решетку на два месяца, только за мою ориентацию. Теперь же работодатели сражаются за место в рейтинге дружественных геем-компаний. К примеру, МА-5, чтобы войти в первую десятку, специально наняла ЛГБТ-организацию в качестве консультанта. Та и помогла привлечь на службу больше людей с нетрадиционной ориентацией. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Информация постоянно обновляется на нашем сайте подробности UA. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok